МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет. Интервью президента Абхазии Аслан Абжани. Адгур Ардзенба пригласил президента Аслана Абжани на прямой эфир. Такое заявление руководитель Абхазского народного движения сделал в ходе пресс-конференции в Сухуми. Осенняя межень и длительная засуха о главных причинах пересохания реки Келасур рассказал директор Института экологии. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет, заявил в интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Абжани. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях нет и не будет. Есть обязательства сторон, которые проистекают из наших договоренностей. Обязательства, взятые на себя, их необходимо выполнить. Тем более, эти обязательства работают во имя интересов наших граждан. Вот и все. Обязательства должны быть выполнены. Сегодня мяч находится на стороне Народного собрания. Я уверен в том, что в Народном собрании большинство депутатов, ответственные люди. И в этом вопросе они смогут разобраться. Правильным образом. Я в этом уверен. Наши демократы часто говорят свободное волеизъявление, права личности и так далее. А у меня такой вопрос. А депутат у нас не личность? Как можно депутата загнать в угол? Десятки людей его окружили, агрессивно задают вопрос, ты за это будешь голосовать или нет? Это что за форма политической работы? Это все было организовано, правильно. Вы избрали депутата, доверились ему, будьте добры, не мешать ему работать. А выбор он должен делать спокойно и осознанно. Давление на депутатов оказано. Оказано. Если кто-то думает, что власть об этом забыла, что это останется без реакции, глубоко заблуждаются. Компетентные органы этим занимаются. Это цинизм высшей формы, когда депутатов принуждают к принятию того или иного решения. Кроме того, по убеждению Аслан Абжания, настало время реализовать все пункты договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Глава государства отметил, что документ, подписанный в 2014 году, соответствует интересам Абхазии и России. Полную версию интервью президента Аслан Абжания смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Адгур Ардзенба приглашает президента Аслан Абжания на прямой эфир. Такое заявление руководитель Абхазского народного движения сделал в ходе пресс-конференции, посвященной вышедшему накануне интервью Аслан Абжания Абхазскому телевидению. Он сказал в интервью, что готов обсудить эти вопросы в любом формате, в любой аудитории. Пользуясь случаем, хочу пригласить его в эфир Абхазского телевидения только в прямой эфир, чтобы без суфлера и заготовленных вопросов мы могли подискутировать, отметил Ардзенба. Суть из вчерашнего выступления, он касался и памяти Сергея Васильевича Багабша. И говорил о том, что вопросы наслаивались 15 лет. Тем самым, я считаю, что он вообще оскорбил память Сергея Васильевича. Он оскорбил бывшего президента Александра Анква, он оскорбил бывшего президента Рауля Хаджимба. Он их назвал просто неэффективными менеджерами. Он открытым текстом сказал, они все эти вопросы не решали, они перекладывали на будущее поколение, а я, Аслан Абжания, эти вопросы собираюсь решать. Вот что он вчера пытался нам сказать. Но и Сергей Васильевич Багабша, царство его небесное, и Александр Анква, и Рауль Джункович Хаджимба, эти вопросы обсуждали и решали в интересах абхазского народа. Максимально стараясь защитить абхазский народ. Абхазский народ выбирает президента для того, чтобы в первую очередь он его защищал. Надо любить свой народ. Надо верить в своих людей. Даже если кто-то ошибается, никогда нельзя публично выступать и давать оценку своим согражданам, а тем более на российских федеральных каналах. Если даже вам задают такие вопросы, вы должны отвечать. У нас есть разные мнения в Абхазии. Но в целом мы были, есть и будем на стороне Российской Федерации. Никаких антироссийских настроений в Абхазии нет. Это все иллюзия. Если даже в российских СМИ какие-то провокаторы извне, из Грузии и так далее, вот эти вопросы провоцируют, наш президент, абхазский президент, лидер нации должен это все купировать и наоборот говорить, что у нас есть оппозиция, у нас есть разные мнения. Это делал, кстати, Сергей Васильевич Багабш. Это делал и Александр Анкваб. Это и Рауль Джункович Хаджимба. Вот вспомните при Рауль Джунковиче Хаджимба в 2014 году, когда подписывали большой договор. На границе ряд граждан, которые сегодня во власти, кстати, директор абхазского телевидения, который мы сегодня приглашали сюда, они не пришли, к сожалению. Они пытались перекрыть границу. Проводили здесь митинги в парке в Сухуми против этого договора, против более тесной интеграции с Российской Федерацией. Но Рауль Джункович Хаджимба тогда не позволил себе выступить и сказать, что это антироссийские силы в Абхазии. Он просто сказал, да, у нас есть разные мнения, это наши граждане, мы разберемся здесь внутри. То есть это позиция государственника, это позиция человека, который любит свой народ. Подробнее о встрече от Гурарзимба с журналистами после интервью Аслана Бжания. Официальная хроника. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Калмыкию на инаугурацию избранного на второй срок главы республики Бату Хасикова. В аэропорту его встретила председатель правительства республики Калмыкия Геляна Басхамджиева, сообщает пресс-служба президента. Помимо участия в торжественном событии, у президента Абхазии намечен ряд рабочих встреч в регионе. Ранее Аслан Бжания объявил о полноформатном запуске информационного центра президента республики Абхазия. Инфоцентр будет работать как специальная коммуникационная платформа, деятельность которой нацелена на активизацию прямого диалога народа с главой государства. С недавних пор запущена работа, которая позволит нам создать условия прямого общения между гражданами и президентом республики. Информационный центр президента будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы наших граждан с целью информирования президента и оперативного реагирования. Также информационный центр позволит уменьшить некорректные интерпретации, которыми пользуются деструктивные силы для расшатывания общественно-политической обстановки в нашей стране. Дорогие друзья, я и мои коллеги будем отвечать на вопросы наших граждан. Наше общение будет носить непосредственный и неформальный характер. Мы будем рассказывать нашим гражданам о логике принимаемых нами решений, о планах на будущее. Сообща, мы не должны позволить нивелировать достижения последних лет и свести на нет проделанную работу. Уважаемые соотечественники, в ближайшее время мы увидимся на площадке информационного центра. Желаю вам всего самого хорошего и доброго. Собственные доходы бюджета Абхазии за три года с 2020 по 2023 выросли в два раза с 4,8 миллиарда до 9,8 миллиарда рублей, рассказал в интервью инфоцентру президента министр финансов Владимир Делба. «Солидированные доходы бюджета составляли 4,8 миллиарда, то уже в 2023 году они составляли 9,8 миллиарда. Это рост более чем в два раза. Мы прекрасно знаем с вами, что источниками доходов государственного бюджета в основном являются налоговые доходы, поступления таможенных платежей и отдельная часть других доходов, которые у нас поступают от других администраторов, в частности, Министерство внутренних дел, Государственный комитет по приватизации. Но, разумеется, большую часть доходов формируют это налоговые поступления. Здесь тоже, наверное, важно отметить, я часто говорю о работе налоговых и таможенных органов, о том, как увеличивается администрирование, как повышается эффективность собираемости. Но лучше всего об этом скажут цифры. Налоговые поступления в государственный бюджет, собственно, и, соответственно, в 2020 году составляли 2,5 миллиардов рублей. Уже в 2023 году они составили 5,2 миллиарда рублей. Это тоже значительный рост, несомненно. Аналогичная ситуация происходит и с поступлениями от Государственного таможенного комитета. Если этот показатель в 2020 году составлял 1,8 миллиардов рублей, то сегодня это уже, то в 2023 году это уже 3,7 миллиардов рублей. В Абхазии в последние годы складывается тенденция к реализации бюджетных инвестиций в экономику. Также заявил в интервью инфоцентру президента министр финансов Владимир Делба. «Мы начинаем поворачивать бюджетные средства в те отрасли, которые являются приоритетными», отметил Делба. Он сообщил, что с 2020 по 2023 годы, помимо действующих обязательств, правительством были взяты новые. Абхазия в поисках перспективы безопасного и стабильного развития. Так звучит тема круглого стола, который в четверг провел Центр социально-экономических исследований в информационном центре президента Республики Абхазия. К участию были приглашены ученые и представители администрации президента, Совета безопасности, Парламента Республики, СМИ и общественности. Смотрите специальный репортаж Леонора Гелаян в нашем вечернем эфире. Спикер Народного собрания Парламента Республики Абхазия Ла Шашуба поздравил председателя Парламента Республики Южная Осетия Алана Маргеева с Днем Республики Южная Осетия. В поздравлении, в частности, говорится «Исторические связи между нашими республиками основаны на взаимном уважении, доверии и способствуют дружественному межпарламентскому диалогу. Желаем вам, уважаемый Алан Таймуразович и депутатам Парламента Республики Южная Осетия успехов в законодательной деятельности на благо народа». Министр юстиции Анри Барцыц зачитал текст поздравления от президента Абхазии Аслана Бжания в рамках празднования, посвященного 34-летию Дня Республики Южная Осетия. «Наши республики связывают не только общие исторические корни, но и схожие судьбы. Мы вместе пережили тяжелые времена. В Абхазии высоко ценят крепкие братские отношения между нашими странами, основанные на взаимной поддержке и доверии. Убежден, что они будут только крепнуть и развиваться», отмечается в частности в поздравительном адресе президента. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба проинформировал премьер-министра Александра Анкваба об итогах поездки в Республику Южная Осетия, где принял участие в международной конференции «Практические аспекты развития здравоохранения». Министр отметил, что медицинская конференция в Цхинвале была серьезным мероприятием. В рамках конференции были встречи с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашкой, делегациями из Краснодарского края, Кабардин-Балкарии, Северной Осетии, а также Приднестровской Молдавской Республики. Эдуард Будба рассказал премьер-министру о направлениях, по которым будут взаимодействовать врачебные сообщества Абхазии, России и Южной Осетии. Делегацию Абхазии приняли президент Южной Осетии Алан Гоглоев и председатель правительства Республики Константин Джусоев. Александр Анкваб отметил важность участия представителей медицинского сообщества Абхазии в международных форумах. В столичном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба в преддверии 31 годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии прошло большое награждение женщин-инвалидов войны юбилейными медалями победы в Отечественной войне. Поздравил женщин-ветеранов лично министр обороны Владимир Ануа. Сегодняшний день приобретает особое значение. Мы обязаны помнить обо всем, через чего пришлось пройти народ Абхазии в период Отечественной войны 1992-1993 годов. Война приобретала от нашего народа немеримых жертв. И этот подвиг, который был совершен вами, не может быть забытым. Не просто сегодня найти такие слова, которые могут искренне выразить чувство благодарности ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Нынешнее поколение живет и учится, радуется, мечтает о счастье, благодарность, стойкость и мужество защитников Отечества, которые, забывая о себе, начинали свой тяжелый путь в долгие битвы за мир. Женщины всего нашего многонационального народа неси огромный вклад в победу. По многому благодаря вам наш народ смог выстоять в этой страшной войне. Ваша жизнь яркий пример беззаветного служения нашей Родине. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Ахсал Баймзар Романович, 1977 года рождения, житель Гулырыбшского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Аганян Андрани Грантович, 1979 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Перегаедова Елена Евгеньевна, 1996 года рождения, жительница города Омск, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Лапшов Алексей Александрович, 1991 года рождения, житель города Ставрополь, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чамлар Лаша Мушневич, 1986 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шкурка Николай Викторович, 1983 года рождения, житель Ростовской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гришко Александр Сергеевич, 1999 года рождения, житель Ставропольского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бения Семен Расимович, 1970 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рахимкулов Эркин Мансурович, 1994 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кварчелли Алхаз Датикович, 1982 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Адлибастамур Иванович, 1991 года рождения, житель Гулырыбшского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения, повторно совершив данное правонарушение. Отмета свидетельствования на предмет потребления нарковеществ отказался. Абитс Бомирон Анатольевич, 1993 года рождения, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Республиканское унитарное предприятие «Абхазская железная дорога» проводит капитальный ремонт кровли железнодорожного вокзала «Сухум». Ремонт включает устранение дефектов, возникших под влиянием времени и погодных условий, таких как трещины, расслоение отделки и коррозия. Также планируется восстановление исторического облика внутренней отделки вокзала. На платформе Абаата города Гагры уложили новую брусчатку, провели ремонт балюстрат, заменили электропроводку, были установлены новые лавочки и мусорные урны. На железнодорожном вокзале Гудауты восстановительные работы были проведены в прошлом году. Был выполнен капитальный ремонт крыши и полностью обновлен фасад здания. Также благодаря абхазским инвесторам восстанавливается платформа «Псерцеха» в Новом Афоне. В здании Центрального управления АЖД идет реставрация фасада и замена кровли. Также отремонтированы кабинеты. Минздрав Абхазии примет участие в международной конференции по курортологии, которая пройдет в Грозном. В октябре рассказал спутник глава ведомства Эдуард Будба. Это очень важное направление. Мы все здесь ждем курортного сезона. 3-4 месяца – это пиковые нагрузки. Почему бы не использовать наши прекрасные места для привлечения туристов в межсезонье? Абхазия всегда славилась курортологией, подчеркнул министр. В рамках рабочего визита в Южную Осетию уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия встретилась с чрезвычайным и полномоченным послом Абхазии в Рио Аланом Илбакиевым. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся защиты прав детей и укрепления сотрудничества между детскими омбудсменами двух республик. Илбакиев выразил свою поддержку и признательность за активную работу и взаимодействие обеим уполномоченным, отметив важность совместных усилий для обеспечения благополучия детей в обоих республиках. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия направила поздравительную ноту по случаю 34-й годовщины со дня провозглашения Республики Южная Осетия уполномоченной при президенте Республики Южная Осетия по правам ребенка Элитю Джиоевой. Осенняя межень и длительная засуха. О главных причинах уникального природного явления пересыхания реки Келасур рассказал журналистом Абаза-ТВ директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Собственно, с вопросом об этом в нашу редакцию обратились телезрители и даже сопроводили его наглядной видеозаписью заметно обмелевшей реки. Главной причиной этого стала длительная засуха. В первую очередь это касалось летнего периода, когда было очень мало осадков. И, естественно, на это еще наложилась осенняя межень. Дело в том, что большая часть наших рек имеет очень выраженные два меженных периода. То есть периода, когда уровень воды в реке оказывается минимальный. Это конец августа, начало сентября. И второй период – это январь месяц, когда в горах морозы и нет питания в горах, потому что не происходит выпадения дождя, не тает снег. И в этот период реки наши оказываются наиболее мелкими. Таким образом, сочетание этих двух факторов осенней межени в сочетании с длительной засухой в летний период привело к значительному снижению расхода воды в реке Келосур. Река Келосур берет свое начало у ледника Химса. Он называется ледником, на самом деле он является снежником в строгом смысле. И его запас, естественно, ограничен. Поэтому он не может насытить реку в такой степени, чтобы она была достаточно полноводной. Ко всему прочему, есть еще один фактор, который не очень известен. У восточной окраины села Акапа, прямо в русле реки Келосур, находится Панора. Панора – это место, куда происходит затягивание воды из речного русла в подземное карстовое русло, по которому уходит часть водотока. И этот водоток выходит в бассейне уже реки Басла. И река Басла питается в определенном смысле за счет реки Келосур. На Абаза ТВ продолжается проект реки Абхазии. Это 8 документальных фильмов о реках республики Бзыб, Хабстам, Чиж, Гумста и других. Основные параметры рек, их особенности, топонимика, история, экологические вопросы, проблемы загрязнения. На эти и другие актуальные вопросы журналисты канала пытаются ответить в документальных фильмах. Фильм 8 о реке Кадор. В горах на северо-востоке Абхазии берет свое начало река Кудор. Река Кадор – самая мощная река Абхазии. Ее протяженность от истока до устья – 84 километра. Норов у нее достаточно такой серьезный. Шутить с ней, переходить в брод, где попало и так далее, и так далее, не стоит. Ущелье, да, и Кадорское, оно являлось своеобразным колыбелью нашей цивилизации. Уже к концу 8 века складывается ранее феодальная абхазская народность, то есть абхазское независимое царство. Архитекторы Апсилов учились в стройке у римлян и строили так, как сейчас не под силу. Стены крепости Цибилиум тогда достигали 12 метров высоту. И это при примитивных инструментах в древности, при маленьком населении и в отсутствие рабского труда. Кадор, для меня это уже часть жизни. Тысячу раз я сплавлялся по этой реке, и каждый раз она разная. Кадор – папа. Мы его называем Кадор – это папа. Фильм восьмой из цикла реки Абхазии «Кадор». Смотрите в нашем вечернем эфире. Уважаемые телезрители, 21 сентября в вечернем эфире Абаза ТВ смотрите сюжет из серии «Культурное многообразие. Потенциал для развития». Подготовлены Розитой Герман в рамках проекта фонда «Осарки». Героиня сюжета – бизнес-леди Лусине Нерсисян. Вместе с сестрой она возглавляет крупную компанию «Домино». Успешно ее развивает на протяжении ряда лет, попутно создавая рабочие десятки, десятки рабочих мест. Можно сказать, что это этап был как раз-таки активного расширения. Вот эти два-три года последние мы открывали новые магазины, расширяли, очень активно заключали новые договоры, искали новых партнеров, самых таких интересных для нас производителей. Второй выпуск проекта «Культурное многообразие. Потенциал для развития» смотрите в нашем субботнем эфире в 19.30. В воскресенье 22 сентября в вечернем эфире Абаза ТВ новый выпуск «Культурного перекрестка». Гости выпуска молодые и целеустремленные, талантливые и перспективные. Барас Куджба – выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля. Елизавета Хашба – выпускница высшей школы экономики направления медиакоммуникации. Авторы и ведущие проекта – Батал Кубахи и Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшра. Мы снова здесь, на территории Сухомской крепости. Сегодня будет у нас интересная встреча с молодыми людьми. И мы поговорим с ними о хрупкости культурного наследия, культурного пространства. А это как раз те люди, которые активно в это включены. Чем старше я становилась, тем интереснее мне было изучать и историю, и культуру, и вообще, ну не только вот глобально Абхазии, но и своей семьи в частности. Глобально очень популярна тема национальной самоидентификации, тем более национальных меньшинств. Это очень актуальная тематика на сегодняшний день. Наши предки чувствовали нашу природу, безусловно, очень хорошо. И мы должны стремиться к этому, быть, так скажем, в приятной гармонии с природой. Родное извлечение с природой. То есть мы связаны со своей экологической нишей. Конечно, потому что, в принципе, так и строится судьба народа. Мне кажется, очень символично, что новый сезон мы начинаем с молодых, перспективных, талантливых. И я уверена, что у них все получится. И сейчас о погоде. В выходные дни 21 и 22 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 27 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова